Дорогие друзья, меня зовут Виктор Наумов, Ripe NC Series и очень девелопмент. Я занимаюсь разработкой Ripe Atlas. Прежде всего, хочется поблагодарить вас за теплые слова в адрес Ripe Atlas. Нам очень приятно, что вы им пользуетесь и что он вам приносит реальную пользу. Кто знает, что такое Ripe Atlas, поднимите, пожалуйста, руки. Кто пользуется Ripe Atlas? Тогда я вижу, что, наверное, мне не нужно вводить вас в курс дела. Я сразу перейду тогда и расскажу, что нового за последние полгода. В настоящий момент количество подключенных проб флуктуирует вокруг 9700 проб. На момент Ripe 73 было примерно 9350 проб. В тот момент, между вот этими, за эти последние полгода у нас были проблемы с тем, что начали выходить из строя флешки, которые подключены по USB, на котором проба размещает корневую систему и буферизирует результаты измерений. И, как оказалось, флешки не очень хорошего качества, даже известных производителей, и они быстро истираются. Поэтому в апреле мы выпустили новую прошивку, которая старается меньше использовать внешнюю флешку. Ну и начали работать активнее с пользователями, чтобы пользователи сами принимали какие-то действия по восстановлению проб. То есть, если у вас проба ведет себя странно, не подключается, то, скорее всего, это проблема с флешкой, и вы можете ее починить сами, допустим, просто поменяв флешку на другую, размером больше 4 гигабайт. На настоящий момент мы покрываем примерно 3400 IPv4 аэсок и 1250 IPv6 аэсок. Собираем порядка 4500 результатов в секунду или 390 миллионов результатов в день. Достаточно внушительные цифры. Покрытие, как вы можете видеть, вся карта практически уже испечнена пробами. Единственное, конечно, некоторые места достаточно обширные, не покрыты, и нам хочется, всем нам хочется, чтобы они были покрыты. Мы насчитываем 384 амбассадора. Это люди, которые распространяют пробы и объясняют пользователям, как ими пользоваться, как пользоваться Райпатлас. 1940 Twitter followers, юзерская база 33 тысячи, и за последний квартал больше 6000 активных пользователей. Видно, рост виден, невооруженным взглядом. Как пользователи, как Райпатлас используется, вы можете прочитать на нашем сайте портале labs.ribe.net Там вы можете почерпнуть идеи, вдохновиться на решение ваших собственных задач, почитать просто интересные результаты исследования. Здесь перечислен коротенький список, что было за последние несколько месяцев. Что касается серверов и корей, Anchors, так называемых, то количество Anchors возросло на 30 штук. То есть это достаточно тоже неплохой прирост. и видно на графике линейный рост количества установленных Anchor. Большое спасибо Apniku, Lakniku, Isoc, Afreniku за установку гекарей. Что касается проб, нам нужно двигаться дальше и мы сейчас смотрим, что будет потенциальной новой пробы версии 4. То есть она должна иметь достаточную производительность, объем накопителя какого-то, куда мы сможем складывать измерения и по возможности не использовать внешнюю флешку, стабильную, недорогую, и доступную в больших количествах для заказов. Пробы, самые первые пробы версии 1.2 работают с конца 2010 года и в принципе хорошо работают. Единственное, что они не могут уже сейчас выдерживать нагрузки, поэтому мы стараемся распределить на них меньшее измерение. То есть для пользователя в принципе разницы нет, но для системы в целом хочется их потихонечку уже заменять чем-то более мощным. И поэтому все равно мы продолжаем поддержку. И мы не будем добавлять новые функции фирмварь, но будем продолжать поддерживать пробы версии 1.2. Что касается виртуальных проб, много людей очень нас спрашивают по поводу виртуальных проб. Мы сейчас на самом деле достаточно давно рассматриваем этот вопрос, но ввиду нехватки ресурсов и что называется ресурсов для майнтенант всех этих различных архитектур, различных способов установки, потому что например сейчас у нас два способа установки поддержания фирмваря. Это для проб и для инкаров. То есть если появится виртуальная проба, это будет какой-то третий способ. Ну естественно виртуальные пробы имеют свои собственные риски и недостатки, потому что никто не гарантирует на каком виртуальном окружении это будет пробы работать, какие будут лейтенции и прочее. То есть это все нужно отрабатывать. появилось появились новые теги стабильности пробы. Вот Леонид говорил, рассказывал нам и следующий я забыл к сожалению фамилию докладчик говорил по поводу того, что пробы могут отключаться, поэтому не можем доверять и не можем использовать их стабильно в наших измерениях. Для этого мы ввели теги проба стабильна в течение дня, проба стабильна в течение недели, проба стабильна в течение месяца. И вы можете уже по этим тегам отбирать пробы для своих измерений, чтобы быть уверенным, что они не отвалятся. Добавлены новые DNS root-сервера. Был хакатон в апреле. Выпустили новый инструмент под названием TraceMon, который позволяет визуализировать трейс-рауты, в том числе и можно смотреть, как маршрутизация меняется со временем. Я не буду сейчас даваться подробностям, у меня очень мало времени, вы можете посмотреть презентацию Massimo Candela с Ripe Meeting или просто попробовать сами. Ну и мы давно работали над Wi-Fi измерениями, пока что это только привязано к EdoRom в основном, то есть EdoRom это наш основной заказчик, то есть на самом деле не все Wi-Fi сети могут быть измерены, у нас для этого используется white list. Каждый участник может нажать на кнопочку, сейчас ее пока нет, но что я хочу участвовать в Wi-Fi измерениях, то есть мы не будем сами включать, какие пробы будут в этом участвовать, только исключительно по вашему желанию. Ну и последний это OpenIPMap, который мы пытаемся развивать и привлекаем пользователей участвовать в развитии OpenIPMap. Скоро выйдет продукт, вот так он будет примерно выглядеть и надеюсь он принесет большую пользу в уточнении геолокаций. Ну наверное все. Вопросы пожалуйста. Вопросы? Вопросы? То есть геолокации откуда будет браться? Источники геолокации? Еще раз. Источники геолокации? Источники геолокации на самом деле мы будем использовать несколько источников, которые будут контрибьютить в точность. То есть например такие неточные источники как MaxMind например тоже хороши хотя бы примерно это уточнить. Во-вторых при то есть она будет базироваться например на трейсраутах и пользователи могут ставить где находятся хопы. То есть кто-то запустил трейсраут он знает где находятся хопы и он может поставить пины на карте. То есть таким образом появляется второй источник уточнения третий источник уточнения это треангуляция базирующаяся на RTT возможно появятся какие-то еще источники мы открыты и система будет предполагать предполагает быть поддерживать какие-то дополнения дополнительные источники для уточнения геолокации. спасибо еще вопросы на самом деле к последнему самому вопросу у меня совершенно недавно возникла проблема с тем что источник геолокации который у меня был в местах где я работал он реально полторы тысячи километров вправо влево и так далее иногда больше то есть точная геолокация могла быть только с телефонных станций при этом соответственно есть возможность сказать райпу в принципе что я нахожусь здесь то есть я могу в принципе по google map сказать окей я здесь и ну точно так же как вот есть гугловские гугловские сервисы там какое-то количество человек тебе говорит что да этот ответ правильный вот в принципе вот это неплохо применить да хорошо ну так так собственно говоря мы собираемся делать что пользователи смогут ставить знакомый известный им известную геолокацию для каких-то определенных ресурсов здравствуйте я из NCC я хотел бы дополнить что касается этого вопроса и так я хотел бы напомнить что это не услуга для конечного пользователя по геолокации и наш совет директоров как раз делала заявление по этому вопросу это просто для инфраструктуры я хотел еще раз уточнить этот момент да ресурсы и тот метод о котором вы нам рассказывали в этом случае да конечно же мы предоставим поддержку я хотел бы сказать что возможно вам еще интересно может быть поговорить с Mozilla по поводу их для того чтобы брать геолокацию клиентских сетей которым подключены клиентские устройства и измерять лейтенси относительно этих сетей потому что у Mozilla достаточно обширные данные и они более открыты чем провайдеры геолокации в духе Google в духе Яндекс в духе Apple это открытая база это открытая база я не готов вам ответить на этот вопрос точно но мне кажется у вас может получиться с ними договориться я не уверен что у них база на 100% открыта но это некоторый паблик проект это некоторый open source это некоторый non-profit возможно будет проще найти общий язык чем с другими источками каких-либо больших данных спасибо это очень интересно коллеги ну и последнее если ты еще не осознал обед обед прямо напротив спасибо виктор Спасибо.